Столица региона подводит итоги Всероссийского экологического фестиваля «Арктика. Дети. Космос». Он собрал больше сотни участников. Среди них профессора, сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и, конечно, Герои России, те, кто в свое время бороздил просторы Вселенной. Программа оказалась настолько насыщенной, что ее пришлось растянуть на целых четыре дня. Этот проект – уникальная возможность познакомить подрастающее поколение с космосом. Десятки встреч, мастер-классов, практические занятия, тематические площадки и многое другое. О последнем дне фестиваля расскажем прямо сейчас. Их утро начинается не в школьном кабинете. Вместо математики – познавательной астрономии. А тема урока – исторические вехи развития отечественной и мировой космонавтики. В качестве лектора – не учитель, а профессор, доктор технических наук. Анатолий Папуша рассказывает о первой в мире баллистической межконтинентальной ракете Р-7. Это уникальная разработка советских инженеров. Именно с ее запуском, по сути, началось освоение космоса. Сейчас, когда смотришь на высшее достижение, чтобы вы понимали, что высшее достижение – как раз гениальная разработка ракеты Р-7 с двигателем Р-107. Межконтинентальная ракета. Дальше, это совершенно невероятно, была написана докладная записка, что если уменьшить полезную нагрузку, можно вывести на космическую орбиту летательный аппарат. А вообще, главная тема такого неформального урока – профориентация современных школьников. Многие ребята в следующем году закончат учебу. Куда пойти дальше – вопрос, волнующий, пожалуй, каждого старшеклассника. Общение с известными людьми – лучший способ определиться с будущим. О профессии космонавт современному поколению рассказал Сергей Ревин. Он не забыл и об экологии, ведь эта тема – одна из главных на фестивале. Нашу Землю окружает, сохраняет вот этот тоненький-тоненький слой атмосферы. Ну, понятно, что есть еще радиационные пояса. Ну, по крайней мере, визуально видно, насколько беззащитна наша планета. Чем питаются астронавты, как их готовят к полету и сколько времени человек может находиться на орбите. Гагаринский урок – площадка для тех, кто о космосе хочет знать все и даже больше. Должна быть ротация какая-то, да? Так почему бы не ваши дети, которые здесь, точно так же, они такие же умные, как и в Центральной России. Пусть они к нам приходят, мы с удовольствием их примем. Здесь немножко другие люди, они более открытые, что ли. Хотя я заметил, конечно, что и стеснительные немножко, да? Потому что девочки сегодня вообще ни одного вопроса не задали практически. Назовите фамилию космонавта, которому исполнилось 80 лет первым, вышедшего в открытый космос. Для тех, кто помладше, организовали игровую площадку. Задача школьников – правильно ответить на заданные вопросы. Особых сложностей у ребят не возникло. А здесь юным участникам фестиваля предлагают смастерить космические корабли с бумаги, торцевания, техника объемных поделок. Делаем ракету из таких вот бумажек. На пластике вот так вот накручиваем и клеим. Ну а тем, кому хочется чего-то более реалистичного, предложили попробовать свои силы на компьютерном мобильном тренажере. Пристыковать космический корабль к МКС, пусть и не по-настоящему, оказалось не так просто. Организаторы говорят, без теории миссия невыполнима. Он дает основы управления космическим кораблем во время возникновения штатной ситуации, при отказе автоматической системы стыковки, когда командир экипажа вынужден взять управление на себя и уже вручную стыковать космический корабль. Вот, есть два-четыре крестика, нужно попасть ближе к середине. Если вышел за пределы круга, то ты не стыковался. И скорость должна быть 0,15 метров в секунду. Всероссийский фестиваль регионного принимал впервые, стартовал минувшую пятницу. Сразу после школьной линейки участники собрались на открытом уроке мира. Привет из космоса ребятам тогда передал действующий экипаж МКС. Сергей Рязанцев и Федор Юрчихин пожелали успехов в новом учебном году и плодотворной работы на фестивале. Дорогие ребята, мы с высоты космического полета видим, как прекрасна наша планета Земля. Берегите ее, любите мир, цените жизнь, дарите добро, живите дружно. Всегда стремитесь достичь поставленной цели, несмотря ни на какие преграды. У вас все получится. Желаем участникам творческих успехов, плодотворной работы и уверенности в экологическом благополучии как Ненецкого автономного округа, так и всей нашей планеты. Сегодня же во время закрытия фестиваля организаторы подвели итоги международного конкурса рисунков. Его участниками стали порядка 200 человек. Работы победителей будут опубликованы в известных журналах. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север». Кринь. Потерп-петрацинга.